Всем добрый день! Меня зовут Алексей Федоров, я руководитель научной группы Российского Квантового Центра. И сегодня я хотел бы рассказать вам о квантовых технологиях, о том, как самые маленькие частицы нашего мира позволят нам решить очень большие и глобальные вызовы, которые стоят перед человечеством. Вообще, когда я впервые столкнулся с квантовой физикой, она меня удивила и поразила. Ее парадоксальные следствия очень тяжело представить себе и понять их, обладая только опытом классической физики. Тем не менее, что еще больше меня вдохновило и поразило, что даже до конца не понимая, как работает квантовая механика, без возможности вообразить ее физические явления, при помощи квантовой механики можно построить новые приборы и устройства для решения самых сложных задач, которые сегодня стоят перед нами. Сегодня мы стоим на пороге так называемой четвертой технологической революции. Это очень сильно влияет на наше общество и вообще большинство процессов жизнедеятельности сегодня так или иначе связано с информацией, с задачами ее обработки, хранения и передачи. И сегодня мы стоим на пороге новой вехи в этой области и основными драйверами ее являются машины обучения, искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и многое другое. Тем не менее, чтобы обеспечить этот прогресс, нам нужны вычислительные ресурсы. Нам нужно, чтобы инструменты, которые мы используем для обработки информации, были бы все более и более мощными, а также мы могли защищенным образом передавать эту информацию между различными источниками. И наши классические компьютеры, инструменты для обработки данных, удивительно быстро развивались последние десятилетия. Это во многом связано с тем, что в начале 20 века, благодаря появлению квантовой физики и квантовой теории твердого текла, стало возможно появление транзистора. В свою очередь, использование транзистора для осуществления вычислений запустило целую новую волну, которая сегодня нам известна как IT-революция, и благодаря этому появились наши с вами инструменты для обработки данных компьютера. И в самом начале компьютерной эпохи один из основателей компании Intel, Гордон Мур, заметил, что некоторый период времени мощность компьютеров будет расти, а именно удваиваться. И его изначальная идея состояла в том, что каждый некоторый период времени за счет увеличения числа транзисторов на кристалле интегральной схемы мы можем увеличивать производительность компьютеров. И действительно, закон Мура – удивительно точное предсказание. Однако, в последнее время в закон Мура необходимо стало вносить коррективы. Связано это с тем, что размеры транзисторов начинают подступаться к атомным размерам. То есть, согласно предсказаниям закона Мура, к 2020 году должны были бы появиться транзисторы размером с один атом. На самом деле, это не означает полный конец закона Мура. И закон Мура в каком-то смысле продолжает работать благодаря тому, что мы научились делать классические процессоры и новой архитектуры, и строить их по новым принципам, и делать специализированные процессоры. Однако, одного из физических пределов, который был одним из основных драйверов развития классических компьютеров, мы достигли. А именно, размерных пределов транзисторов. Сегодня, действительно, размеры транзисторов, которые создаются в индустрии и лаборатории, начинают очень быть близки к размерам квантовых объектов, таких как одиночные атомы. Тем не менее, несмотря на уже совершенный прогресс, прогресс, который нас ожидает в будущем, есть те задачи, которые принципиально сложны для наших с вами компьютеров. Например, это часть задач, связанной с комбинаторной оптимизацией, с оптимизацией, поиском наилучшего решения среди возможных, когда количество возможных решений очень быстро растет с размерностью задач. Это задачи, связанные как раз таки с машинным обучением искусственным интеллектом. Это задачи моделирования сложных систем, таких как атомы, молекулы, химические реакции, лекарства, материалы, новые аккумуляторы. А также это некоторые задачи из области математики, например, задачи из области теории чисел. Вот такие категории задач, даже несмотря на колоссальный прогресс компьютеров, остаются достаточно сложными. И возникает определенный вызов, эти задачи необходимо решать в современном обществе, которое построено на обработке данных. И здесь важно отметить, что само появление классических компьютеров с точки зрения физики было возможным благодаря квантовой механике, благодаря появлению такой новой физической картины мира, которая знаменует квантовая механика. Действительно, лазеры и транзисторы — это последствия так называемой первой квантовой революции. Революции, основанные на управлении квантовыми системами, то есть системами, состоящими из квантовых объектов, но на коллективном уровне, когда количество квантовых объектов достаточно большое. Скажем, в лазере — это большое количество частиц света, фотонов. А в случае транзистора — это большое количество носителей заряда электронов. И за последние десятилетия в лаборатории люди научились переходить от управления коллективными квантовыми явлениями, управления большим количеством квантовых объектов, к управлению отдельными квантовыми системами, то есть отдельными атомами, отдельными фотонами, отдельными ионами, отдельными электронами. И оказывается, что управление квантовыми системами на таком принципиально новом уровне дает нам новые возможности. Вот эта новая волна технологий, основанных на управлении не коллективными, а индивидуальными квантовыми свойствами, называется второй квантовой революцией. Ключевыми ресурсами для работы в эпоху второй квантовой революции являются такие явления, как квантовая суперпозиция, возможность квантовой системы одновременно быть во многих состояниях. И квантовая запутность — это проявление очень сильной взаимосвязи между квантными объектами, обусловленной их природой. Скажем, если мы приведем пример классическую и квантовую монетку, то классическая монетка может быть в состоянии либо орел, либо решка, а квантовая и в состоянии орел, и в состоянии решка одновременно. При этом, если мы возьмем две квантовые монетки и сделаем их запутанными, то состояние одной монетки будет зависеть от состояния другой монетки, и эта взаимосвязь будет обусловлена квантовой природой. Представить себе такое очень сложно, это то, с чего я начал, представить последствия квантовой механики трудно. При этом, управляя такими свойствами, можно получить новую категорию приборов и устройств. Если научиться кодировать информацию в квантовой системе, а это уже возможно благодаря тем экспериментам, которые ведутся на сегодняшний день, то можно перейти к концепции бита информации, то есть состояние, в котором есть либо 0, либо 1, к кубиту, то есть состояние, когда есть и 0, и 1 одновременно. Тогда если у нас есть один кубит, то у него два возможных состояния, два кубита — четыре возможных состояния, а, скажем, 50 кубитов — это 2 в степени 50 возможных состояний. Это настолько огромное пространство состояния, что для расчета в нем уже требуются не обычные компьютеры, а суперкомпьютеры. И вот как раз-таки на пороге 50 кубитов, как мы ожидаем, находится предел, при котором классические суперкомпьютеры для определенных задач перестают работать, а квантовые компьютеры могут быть полезны и могут оказаться мощнее классических компьютеров. При этом основной вызов при построении квантовых компьютеров — это найти элементную базу, которая бы, с одной стороны, позволила бы масштабировать квантовый компьютер, то есть создать в нем довольно большое количество кубитов. И, с другой стороны, обеспечить индивидуальный контроль над каждым из них. И это очень осложняется, потому что квантовые системы хрупкие. Любое неконтролируемое воздействие окружения может привести к разрушению квантового состояния. Поэтому для того, чтобы построить квантовый компьютер, нам нужно найти вот такое уникальное состояние материи, которое бы и масштабировалось, и контролировалось бы одинаково хорошо. И мы ищем такие системы. Сегодня есть порядка четырех лидирующих платформ, активно развивающихся в России и в мире. Это сверхповодниковые квантовые компьютеры, квантовые компьютеры на ионах, нейтральных атомах и фотонах. Они активно развиваются, на них демонстрируются первые принципиальные возможности квантовых компьютеров. И в эту область активно инвестируют, как развитые страны. Например, в России принята дорожная карта развития квантовых технологий и дорожная карта развития квантовых вычислений. Помимо национальных программ, которые помимо России существуют в других странах, Соединенных Штатах Америки, Китая, Европе. В эту область активно внедряются, в эту квантовую гонку активно внедряются корпорации, венчурные фонды и другие возможные формы поддержки технологий. Для чего же могут быть полезны квантовые компьютеры? Оказывается, что для многих тех задач, которые являются вызовами для классических. Например, уже сегодня квантовые компьютеры используются для моделирования небольших химических соединений и химических реакций, а в будущем это позволит получать катализаторы для востребованных химических элементов, что очень интересно для разных отраслей промышленности. Квантовые компьютеры могут решать задачи оптимизации за счет кодирования информации в многочастичные квантовые системы. Они при поиске своего основного состояния естественным образом решают некоторую оптимизационную задачу. Например, можно связать эти оптимизационные задачи с поиском оптимального маршрута в городе или поиском оптимального инвестиционного портфеля, расписание последовательности производственных процессов. Поэтому квантовый компьютер, как мы ожидаем, будет мощным инструментом для решения оптимизационных задач. Это построение принципиально новых систем искусственного интеллекта, как в которых отдельные алгоритмы ускорены квантовым компьютером, так и принципиально новых систем, полностью основанных на квантовых принципах. Квантовая машина обучения, как мы ожидаем, будет одним из первых применений квантовых компьютеров. А сочетание различных областей, в которых квантовый компьютер может быть полезен, скажем, химия, оптимизация машины обучения, может позволить создать нам новые инструменты для поиска лекарств, в которых каждая из этих задач востребована, поэтому мы ожидаем, что квантовый компьютер будет полезен в направлении фармакологии. Уже сегодня квантовые компьютеры начинают пользоваться. Индустрия в тех или иных формах сотрудничает с университетами, научными группами для того, чтобы понять перспективы развития квантовых вычислительных устройств. Например, компания Volkswagen использует квантовые компьютеры для моделирования химических соединений и для решения логистических задач. Мы также работаем в этом направлении как с фундаментальной стороны с точки зрения построения квантовых компьютеров, квантовых алгоритмов, так и с точки зрения взаимодействия с индустрией. Мы пытаемся найти вместе с нашими партнерами те задачи, в которых в ближайшее будущее квантовый компьютер станут полезными для индустрии. Однако помимо светлых сторон квантового компьютера, у него есть еще одна темная сторона. Дело в том, что при появлении квантового компьютера станет возможным решение задачи о разложении чисел на простые множители. Казалось бы, абстрактная для нас, не связанная с нашей жизнью математическая задача. Однако именно эта задача является центральной для доказательства того, что современные использующиеся нами каждый день криптографические алгоритмы являются устойчивыми. Каждый день, когда мы сегодня заходим в интернет, наши данные шифруются. И шифруются они определенными криптографическими алгоритмами, стойкость которых основана на предположении, что задача разложения чисел на простые множители сложна. Как было показано в середине 90-х годов Питером Шором, если квантовый компьютер появится, точнее, когда он появится и когда будет достаточно мощным, квантовый компьютер с такой задачей будет справляться многократно быстрее, чем классический. То есть речь идет о том, что для взлома какого-нибудь криптографического алгоритма вместо миллиона лет непрерывных вычислений нужны будут десятки часов. Поэтому в эпоху квантовых компьютеров нам нужны новые инструменты для защиты данных. И таких инструментов может быть несколько. Во-первых, квантовое распределение ключей. Это идея, опять же, основанная на кодирование информации в одиночные квантовые сигналы. И за счет определенных свойств квантовой механики, за счет ее принципов, невозможности разделить такие посылки, невозможности скопировать идеальным образом заранее неизвестное квантовое состояние и что-либо измерить, не внеся возмущения, можно гарантировать, что такая система будет защищена от прослушивания. Точнее, любое возможное прослушивание будет обнаружено. И сегодня квантовое распределение ключей уже является технологией, которая активно внедряется в различные сферы. Одним из лидеров внедрения такой технологией в мире является Китай. Ими построены протяженные квантовые сети, например, квантовая сеть между городами Пекин и Шанхай. И помимо такой сети, которая называется позвоночником, соединяющей города, есть локальные городские сети, к которым уже подключены пользователи, защищающие свои данные с использованием технологии квантового распределения ключей. Помимо оптоволоконного наземного сегмента, у такой сети есть также спутниковое соединение, что позволяет распределять криптографические ключи потенциально на очень большие расстояния, даже, скажем, между различными континентами. Эта технология также активно развивается в России. Помимо создания непосредственно устройств квантового распределения ключей, одной из идей является построение сетей. И сети квантовой криптографии сегодня начинают строиться. Есть амбициозная цель в рамках дорожной карты по развитию квантовой коммуникации в России построить порядка 7 тысяч километров квантовых сетей к 2024 году. И первые сети уже начинают появляться. Например, не так давно появился сегмент сети между Москвой и Санкт-Петербургом. Вот так выглядят устройства квантовых коммуникаций и узлы сетей квантовой криптографии, которые могут быть использованы уже сегодня для защиты различных приложений. За последний год мы действительно увидели, что квантовые технологии защиты данных становятся все ближе и ближе к конечным пользователям. Помимо уже продемонстрированных в прошлом приложений, связанных с защитой соединений между дата-центрами, за этот год появились квантовые сети в университетах, которые открыты к доступу, к которым может включиться кто угодно, и в рамках таких сетей можно тестировать новые приложения для защиты информации, для защиты данных. Также, что интересно потенциально для городской инфраструктуры, с помощью технологии квантовой криптографии можно защищать беспилотные транспортные средства, тем самым сделая транспорт будущего, а именно беспилотный транспорт в рамках городов, защищенным от возможных атак и возможных угроз. И принципиально в этом году такая технология по защите данных, передающихся для управления электромобилем, была принципиально показана защита с использованием квантовой технологии. Однако помимо квантовой криптографии, как такого фундаментального решения, защита которого основана на законах физики, у нас есть еще одна идея, которая называется постквантовая криптография. Идея постквантовой криптографии состоит в том, чтобы использовать те задачи, в которых квантовый компьютер не дает очень большого драматического ускорения в их решении. И идея состоит в том, чтобы перейти от решения одних классов математических задач при построении криптоалгоритмов к другим классам математических задач, выходящих за тот круг, в котором квантовый компьютер обещает большое ускорение. Это решение уже является незащищенным с точки зрения физики, оно основано на вычислительных предположениях, однако эти предположения учитывают наличие у злоумышленника, потенциально атакующего нашу информацию квантового компьютера. При этом это решение является программным, его можно внедрять, и уже сегодня начинают появляться и прототипироваться библиотеки постквантовых алгоритмов. Это новые наборы инструментов, скажем, для распределения криптографических ключей, шифрования, электронно-цифровых подписей, которые учитывают у злоумышленника возможность атаковать их с использованием квантового компьютера. Конечно, преимущество таких решений состоит в их гибкости. Уже в ближайшее время такие решения можно интегрировать в мобильные приложения, используя для защиты интернет-соединений, используя для защиты точек интернета вещей, многого-много другого. И в какие-то моменты я думаю о том, что, скорее всего, квантовый компьютер появится намного позже, чем мы внедрим инструменты защиты от него. Мне кажется, что в какой-то день мы проснемся и увидим, что интернет-соединение, которому мы привыкли видеть в браузерной строке HTTPS, будет защищено уже не с помощью только традиционных алгоритмов шифрования, но и с помощью алгоритмов, устойчивых от атак с квантом компьютером. Вы можете задать вопрос, а почему так важно сегодня думать об угрозе, которой потенциально может создать квантовый компьютер? Это важно в первую очередь для тех типов данных, которые имеют долгосрочную защиту. Уже сегодня мы в довольно большом объеме ими обмениваемся. Скажем, это данные, представляющие интерес с точки зрения медицины или генетики или многого другого, ценность которых актуальна в течение длительного периода времени. Так вот, для таких данных уже сейчас имеет смысл использовать квантовоустойчивые методы защиты, поскольку это может нивелировать атаку, которая называется «сохрани сейчас и расшифруй потом». Дело состоит в том, чтобы сегодня сохранять трафик в зашифрованном виде, а через некоторое время, скажем, через 10 лет при помощи появления квантового компьютера ее расшифровать. Вот внедрение сегодня инструментов квантовой защиты позволяет нивелировать такую угрозу, поскольку мы уже сейчас сможем защищать данные так, чтобы через 10 лет и после злоумышленник, использующий квантовые технологии, не смог взломать ту информацию, которой мы хотели бы обеспечить защиту. Таким образом, квантовый компьютер радикально может поменять наш мир и с точки зрения необходимости внедрения новых инструментов защиты данных, и с точки зрения решения сложных вычислительных задач. Помимо квантовых технологий для обработки информации и для ее передачи, а именно квантовых компьютеров и квантовых коммуникаций, у квантовых технологий есть еще одна интересная сфера, которая называется квантовая сенсорика и квантовая метрология. Эта идея состоит в том, чтобы использовать чувствительность квантовых систем, их чувствительность по отношению к внешнему воздействию, чтобы высоко точно измерять параметры окружающей среды. Когда мы с вами говорили о квантовых компьютерах, я сказал, что одним из сложностей на пути к построению квантовых компьютеров является взаимодействие окружения. Любое неконтролируемое воздействие окружения квантовая частица может почувствовать и изменить свое состояние. Если перевернуть игру, то это делает такие квантовые системы прекрасными сенсорами. Даже малейшее изменение окружающей среды будет ими зарегистрировано. Поэтому квантовые сенсоры могут использоваться для измерения температуры, электромагнитных полей и многих-многих других параметров, скажем, в биологических системах, давая нам их более точную характеризацию. Поэтому квантовые сенсоры — это еще одна область, которая может радикально измерить наш мир в будущем. И, возвращаясь к примеру, с беспилотным транспортом, помимо защиты коммуникаций им нужна точная навигация. И в этом смысле квантовые частицы могут быть идеальными часами, используются для того, чтобы делать более точные стандарты частоты и времени для систем глобального позиционирования. И сегодня такие эксперименты по использованию атомных часов для уточнения систем позиционирования уже планируются, и прототипы квантовых часов показываются. Поэтому помимо защиты также квантовые технологии могут дать нам более точные системы навигации. Поэтому в самое ближайшее время мы начнем жить в мире, в котором помимо уже привычных нам технологий, подаренных на первой волной развития квантовой физики, появятся новые технологии, технологии второй квантовой революции. Это квантовые компьютеры, которые обеспечат решение тех вычислительных задач, на которые не способны классические компьютеры, как мы сейчас полагаем. Это квантовые коммуникации, которые могут обеспечить технологии защиты данных, которые не сводятся к каким-то вычислительным предположениям, а используют для защиты фундаментальные физические законы. Это квантовый сенсор, это устройства, которые позволяют высокоточно измерять параметры окружающей среды, создавать более точные системы сенсорики и навигации. В этом смысле самые маленькие квантовые объекты позволят нам решить очень сложные вычислительные задачи, которые стоят сегодня перед нами. Спасибо большое.